Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Мы продолжаем наш цикл видеоуроков, посвященных поражению органов мишеней артериальной гипертензии. Сегодня мы поговорим о почке, как органе мишени этого заболевания. И я с большим удовольствием хочу представить вам доцента кафедры терапии полиморбидной патологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елизавету Юрну Эбзееву. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Сегодня речь пойдет о почках. Почки – это важный орган, который принимает участие в поддержании гомеостаза. И их повреждение в рамках артериальной гипертензии влияет на состояние всего организма и сопровождается нарушением почечных функций. Но взаимодействие артериальной гипертензии и почек носит двунаправленный характер. И поражение почек оказывает негативное влияние на течение артериальной гипертензии и повышает риски сердечно-сосудистых осложнений в десятки раз. При артериальной гипертензии в почках развиваются два процесса, параллельных и принципиально разных. Один процесс – это ишемическое повреждение почек, обусловленная сосудистая патология, которая развивается в рамках артериальной гипертензии. И второй процесс – это преферативные гипертрофические изменения капилляров клубочков на фоне развившейся и нарастающей внутриклубочковой гипертензии и гиперфильтрации в рамках системного повышения артериального давления. Все это сопровождается нефроангиосклерозом, повреждением тубулярного аппарата и в конечном итоге нефрофиброзом. И в конечном итоге на макроуровне у пациента развивается вторично смущенная почка с развитием хронической почечной недостаточности. Так каковы же маркеры поражения почек в рамках артериальной гипертензии? Два основных маркера повреждения почек у пациентов с артериальной гипертензией, на которые мы ориентируемся – это снижение скорости клубочковой фильтрации от 59 мл в минуту до 30 мл и появление микроальбуминурии. Для того, чтобы уточнить функцию почек у пациентов с артериальной гипертензией, мы должны определить уровень кретинина крови и скорость клубочковой фильтрации. Для определения скорости клубочковой фильтрации существуют два метода – референдный метод и нереферендный метод. Референдный метод – это метод, определяющий клиренс определения кретинина или другого вещества. Что собой представляет клиренс? Клиренс – это объем плазмы, который проходит через почки в одну минуту и полностью освобождается от растворившегося в нем вещества. Это, конечно, идеальный метод для определения скорости клубочковой фильтрации. И здесь идеальным маркером является инулин, но это дорогостоящий метод. И в клинической практике мы ориентируемся на определение скорости клубочковой фильтрации с учетом уровня кретинина. Что собой представляет кретинин? Кретинин – это низкомолекулярный конечный продукт азутистого обмена, который полностью фильтруется через клубочковый фильтр. И есть определенные уровни нормы кретинина в крови. Но нам недостаточно ориентироваться только на уровень кретинина, потому что нет прямой корреляции между уровнем кретинина в крови и функциональным состоянием почек. Креетинин, его уровень довольно поздно повышается, и мы можем достаточно поздно, ориентируясь только на кретинин, выявить функциональные нарушения почек. Поэтому, помимо определения уровня кретинина, мы должны обязательно рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Для этого на сегодняшний день существуют специальные калькуляторы. Эти калькуляторы указаны в клинических рекомендациях 2020 года. И следует отметить, что в этих калькуляторах появилась новая опция. Туда вводится дополнительно рост и масса пациента. Расчет скорости клубочковой фильтрации проводится по формуле CKTP и именно по той формуле, в том калькуляторе, который указан в клинических рекомендациях 2020 года. Еще обязательно следует обратить внимание при определении уровня кретинина и, соответственно, расчете скорости клубочковой фильтрации на требования, которые мы должны соблюдать в отношении пациента. При определении уровня кретинина в день проведения лабораторного исследования у пациента должны быть исключены тяжелые физические нагрузки, высокобелковая диета, исключены инфекционные болезни и у пациента не должно быть лихорадки. Также важно отметить, что есть фоновые причины, по которым может быть искусственное завышение или занижение уровня кретинина. Причинами, способствующими занижению уровня кретинина вне почечными, могут быть такие факторы, как азиатская раса, вегетарианство, низкая мышечная масса, наличие у пациента ампутированных конечностей или порезов. Есть также факторы, которые могут искусственно завышать кретинин. Это такие факторы, как африканская раса, большая мышечная масса, потребление таких лекарственных препаратов, как кортикостероиды, анаболические стероиды. И в таких случаях, когда мы знаем, что расчет на основании кретинина может быть неточным, тогда используется другой маркер, это цистостатин С, который представляет собой низкомолекулярное соединение, полностью проходит фильтрацию через мембрану капилляров и полностью потом реабсорбируется канальцевым аппаратом и уже метаболизируется тублоцитами канальцев. Итак, маркером поражения почек при артериальной гипертензии является снижение скорости глубочковой фильтрации от 59 до 30 мл в минуту. Как это соотносится с существующей классификацией хронической болезни почек? В существующей классификации хронической болезни почек есть 5 стадий, которые распределены в зависимости от скорости клубочковой фильтрации. Первые 2 стадии, в принципе, они не считаются показателями снижения функционального состояния почек это уровни скорости глубочковой фильтрации от 60 до 120 мл в минуту. Это норма. О снижении скорости глубочковой фильтрации мы начинаем с уровня 59 и ниже. Каждый уровень – это определенный показатель скорости глубочковой фильтрации. Третья стадия, она делится на 2 под стадии. Третья А, где скорость клубочковой фильтрации 59,45, и третья Б, где скорость клубочковой фильтрации 44,30. Если мы говорим о более выраженном снижении скорости клубочковой фильтрации 30 и менее, то мы уже с вами говорим о развитии хронической почечной недостаточности. Снижение скорости глубочковой фильтрации 29-15 мл в минуту соответствует 4 стадии ХБП и свидетельства о тяжелом поражении почек. Снижение скорости фильтрации менее 15 мл в минуту соответствует 5 стадии ХБП и соответствует уже терминальной хронической почечной недостаточности. Снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл сопровождается возрастанием как сердечно-сосудистых осложнений, так и осложнений со стороны почек. На этом фоне у пациентов возрастают риски общей смертности, возрастают риски сердечно-сосудистой смертности, возрастают риски развития терминальной почечной недостаточности, а также острого повреждения почек. У пациентов со сниженной скоростью клубочковой фильтрации менее 60 мл возрастают в два раза риски нефатальных инфарктов миокарда и инсультов. Глубоко уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание, есть два понятия, клиренс креатинина и скорость клубочковой фильтрации, которая рассчитывается с учетом уровня креатинина в суверотке крови. Это два разных понятия. Конечно, бывают ситуации, когда важно определение клиренса креатинина, но если мы говорим о пациентах с артериальной гипертензией, если мы говорим о вовлечении почек как органа мишени, то нам важно определение именно скорости клубочковой фильтрации с учетом концентрации креатинина в крови, и это определяется именно по формуле расчета скорости клубочковой фильтрации CKDP на основании тех калькуляторов, которые указаны в клинических рекомендациях 2020 года. Определение клиренса креатинина в практической медицине нам чаще всего бывает нужно при определении дозы антибиотиков или при определении дозы, например, антикоагулянтов. Еще один маркер, который мы обязательно должны определять у пациентов с артериальной гипертензией для уточнения состояния почек, это микроальбоминурия. Как правило, микроальбоминурия встречается у 20-30% пациентов с артериальной гипертензией. Если говорить о ее распространенности у других пациентов, то у лиц старше 65 лет микроальбоминурия встречается в 36% случаев. У пациентов с сахарным диабетом первого или второго типа микроальбоминурия встречается в 24-27% случаев. Микроальбоминурия сама является фактором, определяющим риск осложнений и фактором, повышающим смертность пациентов от сердечно-сосудистых осложнений, ускоряет развитие терминальной почной недостаточности, развитие микроальбоминурии у пациентов с артериальной гипертензией, повышает риски таких осложнений, как инсульты, инфаркты, ускоряет развитие гипертрофии левого желудочка, ускоряет развитие терминальной почной недостаточности, ускоряет развитие поражений периферических сосудов. В связи с этим у всех пациентов с впервые выявленной артериальной гипертензией необходимо проведение скрининга на выявление микроальбоминурии. Первый скрининг проводится полуколичественным методом с помощью тест-полосок в утренней моче. И в зависимости от результата, если результат положительный, то такого скрининга недостаточно. Для уточнения состояния необходимо уже проводить количественное исследование микроальбоминурии. И здесь золотым стандартом является определение уровня микроальбоминурии в суточной моче. Эта необходимость определяется двумя факторами. Во-первых, разовая порция мочи не отражает суточные потери альбомина. И второе. Если микроальбоминурия ниже 120 мг в сутки, то тест-полоски не детектируют эти изменения. Они малочувствительны. И можно пропустить данную патологию у пациента. Поэтому обязательно проведение количественного определения альбоминурии в суточной моче. Причем требования такие. У пациентов с артериальной гипертензией необходимо трехкратное исследование на микроальбоминурии в течение месяца. То есть первый это скрининг, а второй и третий это определение уровня альбоминурии в суточной моче. Почему мы определяем альбоминурию? Потому что это более ранний патологический маркер, который появляется раньше, чем протеинурия. Потому что это низкомолекулярные белки, которые раньше проходят через глобулярный барьер, когда еще нет выраженных изменений со стороны клубочков почек. Критерием микроальбоминурии у пациента с артериальной гипертензией является выявление ее уровня от 30 до 300. Все, что менее 30 мг в сутки считается нормой. Если альбоминурия выше 300 мг в сутки, то уже можно говорить о протеинурии. Протеинурия это уже потери крупномолекулярных белков, которые свидетельствуют о более выраженном поражении почек. Когда мы определяем у пациента уровень альбоминурии, мы опять же должны придерживаться определенных требований. В этот день у пациента должны быть исключены большие физические нагрузки, высоко белковая диета, прием мочегонных препаратов, лихорадочные состояния. Хотя золотым стандартом определения микроальбоминурии является выявление ее концентрации в суточной моче, это сопряжено с определенными организационными сложностями. Пациент должен собирать мочу в течение суток, хранить ее в определенных условиях. И, конечно, этот анализ легче пациенту сдавать в стационарных условиях. Но для тех пациентов, которые находятся амбулаторно и кого мы обследуем амбулаторно, можно провести альтернативное исследование. Это определение соотношения альбоминурии в утренней моче к уровню креатинина в утренней моче. Это соотношение тоже является маркером риска осложнения. И есть нормы у женщин и у мужчин. Если соотношение альбоминурии в утренней моче к концентрации креатинина менее 3 у женщин, это считается нормой. Это же соотношение менее 2 у мужчин тоже считается нормой. Если же мы видим изменение в сторону увеличения этого соотношения у женщин выше 3 единицы, у мужчин выше 2 единицы, то мы говорим опять же о повышении этих показателей, что сопряжено с теми же рисками, которые связаны с микроальбоминурией у пациентов с артериальной гипертензией. И хочу подчеркнуть, что определение соотношения альбоминурии к уровню креатинина в утренней моче Это абсолютно отличное исследование от общего анализа моче. Выявление у пациентов с артериальной гипертензией снижение скорости клубочковой фильтрации 59-30 мл. Или и выявление микроальбоминурии 30-300 мг в сутки свидетельствует о высоком риске сердечно-сосудистых осложнений и говорит о второй стадии артериальной гипертензии. Глубоко уважаемые коллеги, как всегда на наших видео уроках, сейчас мы поговорим о будущем в диагностике поражения почек. Поражение почек как органа мишени, совершенно аналогично, так же как сердце, так же как головной мозг, это повышенный риск сердечно-сосудистой и почечный. Поэтому нам очень важно выявить поражение почек на самых ранних этапах. Вот в каком направлении идет поиск более ранних маркеров поражения почек, чем микроальбоминурия и чем снижение скорости клубочковой фильтрации, как раз расскажет Елизавета Юрьевна Ибзеева. В плане выявления более ранних маркеров поражения почек как органа мишени, сейчас большое внимание уделяется подоцитурии. Подоцитопатии, они давно известны и играли большую роль в рамках воспалительных первичных поражений почек, но сегодня эта тема становится актуальной и в плане оценки подоцитурии как раннего маркера повреждения почки при артериальной гипертензии. Потому что развитие подоцитурии может быть и в рамках механического повреждения стенки капилляра клубочка, которое обусловлено ее механическим перерастяжением в условиях внутриклубочковой гипертензии. И вот эта внутриклубочковая гипертензия и гиперфильтрация способствуют механической отслойке подоцитов и появлению их в моче. Вместе с подоцитами, поскольку они принимают участие в экспрессии такого белка как нефрин, актуальным становится определение не только подоцитурии, но и нефринурии. Это одно направление. Сегодня также большую роль начинает играть эпигенетика, которая занимается изучением экзосом. И эта тема уже давно обсуждается опять же в рамках иммуновоспалительных поражений почек, но сегодня находится в ее отражении и в рамках определения раннего повреждения почек при артериальной гипертензии. И здесь очень интересна роль микровизинкулы, которые включают в свой состав микро-РНК. Что такое микро-РНК? Это молекулы, не кодирующие молекулы РНК. И вот уровень микро-РНК-146А, который играл большую роль именно в выявлении иммуновоспалительных поражений почек, в частности гломирования нефритов, Его роль стала актуальна и при артериальной нефропатии. Есть исследования, которые выявили, что при повреждении почек в рамках артериальной гипертензии снижается уровень микровизинкул, содержащих микро-РНК-146А. И вот это снижение практически в 2,5 раза в сравнении с нормой у пациентов с артериальной гипертензией. И, как правило, этот уровень снижения тоже выявляется при второй стадии артериальной гипертензии. Также сегодня становится актуальной роль или значение поражения канальцевого аппарата при артериальной гипертензии. И здесь тоже есть ранние маркеры, которые говорят о поражении почек как органа мишени при артериальной гипертензии. И здесь я хотела бы обратить ваше внимание на два маркера. Это Энжел, это маркер липокалин, ассоциированный с желатиназой, нейтрофилов. И его уровень повышается при второй стадии артериальной гипертензии практически в 4 раза. Но что интересно, его можно использовать, наверное, в будущем в практической медицине как ранний маркер, потому что уже при снижении скорости клубочкового фильтрата, соответствующей второй стадии, уровень этого маркера повышается уже в 3,5 раза у пациентов с артериальной гипертензией. Есть еще такой маркер, как КИМ-1, который тоже свидетельствует о туболопотии. Это молекула повреждения почек первого типа. Она повышается у пациентов с артериальной гипертензией вазоренального характера. На сегодняшний день проводится изучение значимости этих маркеров, как ранних маркеров поражения почек при артериальной гипертензии, но, возможно, в ближайшем будущем при пересмотре клинических рекомендаций они будут включены, и мы будем иметь возможность использовать в практической медицине еще и другие маркеры для выявления ранних поражений почек как органов мишени при артериальной гипертензии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...